Это странный строгий охранник отеля, и мы начинаем, ребята, с вами с третьей ночи, потому что на прошлом видео мы прошли первую и вторую ночь. Наконец-то долгожданное продолжение. И вот у нас этот же отель, но теперь будет намного сложнее. Вы помните, что вторую ночь мы проходили очень долго, это было очень сложно. Я даже боюсь себе представить, что будет в третьей ночи. В общем, нас уже охранник ждёт, вот он за углом стоит, мы должны с ним поговорить прямо сейчас. Поехали. Здарова снова! Простите, что не был здесь вчера, я должен был что-то сделать, теперь я вернулся. Да, у нас был другой охранник вчера. Поскольку ты уже здесь, не мог бы ты просто помочь мне убрать мой кабинет? А, да, ребята, мы же открыли кабинет. Дверь уже открыта, поэтому просто убери в комнате номер 10. Просто запомни одну вещь. Не трогай мои вещи! Я понял, я понял, не надо пугать больше, не надо пугать. Почему с такой улыбкой он так угрожающе со мной разговаривает? Так, вроде бы ничего здесь страшного пока что не добавились, но нам нужно убрать 10-ю комнату. И дверь уже открыта, потому что мы её открыли в прошлый раз. Господи, ты какой срач тут развёл? Боже мой, крысы повсюду! Ты что сделал? Ой, он прибежал сюда. С ним разговаривает какой-то странный голос. Я вернусь, другой охранник хочет меня, я собираюсь проверить. Другой охранник хочет тебя? Чел! У нас тут нет пропаганды ЛГБТ. Так, он уезжает. Смотри! Он уже изменился! Господи! Он уже стал другим. Он уже перевоплотился. Так, ключ. Возьмите ключ. Подожди охранника. Ладно, подождём охранника тогда. Так. Боже мой, что случилось? 11 вечера. И он вернулся уже нормальным. Ну, наверное, нужно пойти к нему. Так, он идёт ко мне? Или он идёт в эту комнату? Так, он пришёл в комнату проверить, что происходит. А я взял его ключ. В общем, у меня ничего за это не будет. Спасибо огромное! Простите за беспорядок. Я не уверен, почему там так много крыс. Короче, он нас посылает опять спать. Ну, в принципе, понятно. Так, мы открыли эту дверь. Теперь она у нас открыта. Всё, отлично. Теперь мы идём спать. С 12 часов он начнёт свою охоту. Так, наш номер. Запомни, вы не можете выйти после полуночи. Даже не пытайтесь. Я понял, я помню с прошлой игры. Так, у нас добавился новый челлендж. У нас всё по старинке, всё то же самое. Но теперь у нас доступна комната для пряток. Ещё одна. Это шкаф в 10 комнате. А также здесь есть крысы. Которые, судя по всему, издают тоже какой-то звук. И нам их нужно будет как-то убивать. Так, вроде бы всё то же самое. Автоматы с едой у нас стоят также возле него. Ключ нам теперь не нужно воровать. И у нас одно всего задание. Нужно просто остаться в живых. Мне интересно, что будет на пятой ночи и на четвёртой. А, это телефон звенит там. Короче, нам нужно пробраться именно в ту комнату сначала. И я понял, что можно прятаться в ванной. В ванной он тоже нас не найдёт. Он, короче, зашёл в свой кабинет. И с ним произошло что-то странное. Вот крысу мы убили. Так, мы открыли дверь в комнату. Ой, сейчас он проснётся. Так, давай пока постоим, посмотрим. Нам нужно сейчас будет пополнять запасы еды. Так, закроем пока дверь. Он побежал вырубать. Так, он зашёл в нашу комнату. Посмотрел. Закрыл дверь. Захлопнул. Сейчас он находится здесь. Да, он здесь. Он куда-то побежал. Господи, он где-то там. У нас 40% еды осталось. Телефоны везде врубаются. Господи. Быстрее, еда. Твою мать. Фух, я успел. 65% пополнил еды. Боже мой. Вот это было напряжно прям. Господи, у меня адреналин сейчас по всему телу. И только 2 часа ночи. Нам нужно продержаться ещё 4 часа. И третья ночь будет пройдена. Мне интересно, что будет в четвёртой. И там дальше я знаю, что на пятой ночи уже будет вообще другая локация. И там будет финальный босс. Которого нам нужно будет победить, чтобы остаться в живых. И вообще пройти этот плейс. И дальше, ребята, на следующих предосах мы будем с вами проходить вторую главу. Говорят, что вторая глава намного интереснее, чем первая. Так, пошли быстренько сейчас захаваем. Пока у нас есть такая возможность. Я надеюсь, он меня сейчас не убьёт. Так, уходим. Уходим. Он нас заметил. Пока что 40% резерва у нас еды есть. Не, мы не сможем. Да ну, чел! А, в смысле? Я не понял. А как это? А как это так? А как? А шо я сломал игру? Я сломал игру? А шо я сделал? А шо это было? А шо произошло вообще? А как это произошло? Ребята, 4 утра. Вы видели, я забагал игру. Надо будет, кстати, проверить чисто так по приколу, что будет, если когда он бежит, ты находишься там возле лифта. Блин, это имба. Он меня не тронул. Он прям прибежал и лёг спать. И не тронул нас. Его очень сильно раздражают крысы. Он просил нас внимательно следить за грызунами. Так, всё. Радио закончило свою игру. Больше не играет. И он прямо здесь сейчас стоит, заряжается. У нас 35% еды. Это нормально. И 4 часа утра. Очень быстро проходит время. Остался всего час, ребята. Остался всего час. И мы прошли третью ночь. Даже не представляю, что будет четвёртой ночью. Даже не представляю. Ух, 6 утра. Мы продержались третью ночь, ребята. Сейчас мы идём в четвёртую. И у нас будет финальный босс. На пятой ночи будет что-то невероятное. Что-то очень сложное. Я надеюсь, что мы это пройдём с первой попытки. О боже. Мы в четвёртую ночь, ребята, возвращаемся в этот отель. Я не знаю, почему этот персонаж возвращается в отель, когда такой охранник ему постоянно грубит. Такое хамство я бы себе не позволил. Ух. Вот он стоит, и у нас появилась новая дверь. Что-то вот в этом роде. Молоток. Судя по всему, это для того, чтобы открыть эту дверь. А что там написано? Вы не выйдете из этого отеля. Добро пожаловать обратно. Как вы можете видеть, здесь рядом со мной в нашем отеле есть заражение. Заражение, видимо, тех крыс, которые у нас постоянно здесь шарятся. Место становится грязным так быстро, и люди в этих комнатах сходят с ума. Можете ли вы мне помочь очистить мой офис и коридоры отеля? Пожалуйста. И спасибо. Он даже не дождался моего ответа. Так, попробуем взять молоток сейчас. Мы не можем его сейчас взять. Нам нужно будет, походу, его взять, когда охранник будет спать. Теперь нам нужно очистить 16, господи. 16 мешков с мусором. А тут какая-то записка появилась. Вещи, чтобы помнить. Молоток на диване для комнаты исследования крыс. Это сюжетный предмет, получается, который нам нужно будет в итоге взаимодействовать с ним. То есть, я так понимаю, с этим вот комнат мы должны будем открыть вот ту вот дверь, которая заколочена деревяшками, короче. А, вот, последний мусор. Спасибо. Сейчас расправляйтесь в свою комнату до полуночи. Это для вашей же безопасности. Вы знаете, странные вещи, кажется, происходят здесь ночью. Ну да, кто бы говорил. Именно по твоей причине здесь странные вещи происходят ночью. Так, эту дверь мы открыли. Отлично. Ключ нам больше не нужно воровать. Мы его сразу взяли, сразу открыли. Это, кстати, гайд для тех, кто будет проходить впервые. Сразу берите ключ. И помните, вы не можете, короче, выходить после полуночи. Так что, вот и все. В принципе, у нас все по стандарту. Только теперь у нас добавилась новая дверь, новый проход. По идее, там мы можем тоже прятаться. И это, кстати, очень близко к автоматам с едой. В принципе, отдыхать нам здесь не надо, как в странном строгом папе, да? Поэтому мы можем просто находиться в той дыре, брать еду быстренько и заходить туда-обратно. Если вы услышите какие-либо звуки или смех, лучше предположить, что это просто плохой сон. Да, вот у нас добавилась еще одна комната. У нас также с прошлой ночи, опять же таки, есть крысы, шкафчик, который в 10-й комнате. И у нас еще появилась новая комната сохранения. Так, у нас есть 10-я комната. Попробуем сейчас взять молоток. Давай попробуем. Давай, давай, давай. Мы забежали сюда. Отлично. Мы находимся в этой комнате. Господи, это новая комната. Я здесь впервые. Смотри, там какая-то огромная крыса. Или что это? Скорее всего, это крыса. Так, он побежал проверять. А мы рядом с едой. Мы, в принципе, даже можем успеть взять еду и забежать обратно. Но это случай того, если будет звонить телефон, он побежит в нашу комнату, прям зайдет. Что, 60% еды? Почему так быстро тратится еда? Нихрена, это кто? Господи боже. Это что за крыса была? Ты что так пугаешь? Ух, я понял, короче, нам нельзя так близко подходить к выходу, потому что он может поймать. Все, быстро забежали. Отлично. Это прям какой-то уже спидран. Я настолько хорошо уже знаю этот плейс, что я даже понимаю, когда он будет двигаться, когда нет. Нифига себе, как быстро тратится еда. Просто посмотри, это даже не по одному проценту, а сразу по несколько процентов. Так, господи. Вон он побежал туда. О, господи, что за звук? Это большая крыса бежит. Смотри, какая огромная побежала. Кстати, непонятно, с какой комнаты она пришла вообще. Так, отлично, отлично. Краюшку, краюшку ставим. Фух, мы успели пополнить хавку, пока он был там. Это очень хороший лайфхак. И он здесь, там что-то заиграло. Что за звук? Крыса опять бежит. Я слышу звук огромной крысы. Господи, что это такое? Нихрена себе. Так, он пошел туда. Это он, получается, в десятом номере. Господи, мы успели нормально похилиться, господи. Нормально похилились. Слушай, это офигенная точка просто для того, чтобы проходить этот плейс. Так, он опять бежит. И тут огромная крыса сейчас будет пробегать. Надеюсь, она нанесет ему какой-то урон. Он заряжается. Хаваем. Хаваем на полную. Хаваем. Хаваем еще. Так, забежали. Он нас не видел. Отлично. 64%. Это, по-моему, даже проще, чем было первой ночью. Так, он опять сейчас побежит. Он вообще не передыхает. Ему просто не дают спать. Представь, какой он нервозный. Он опять заряжается этой штукой какой-то. Так, все, я забежал. Он меня не видел. Он меня не видел. И у нас еще даже есть еда. Как это сложно? У нас еще даже еда в запасе есть. Ни на третьей, ни на второй, ни на первой ночи такого не было. Это, на самом деле, намного проще в итоге выходит. Потому что тут я просто тупо рядом. И жду просто, когда он убежит. И тупо пополняю на максимум свое хп. Голод. Осталось всего час, и мы прошли. Отлично, отлично, отлично. Сейчас все будет. Эта крыса бегать не дает. Просто покоя вообще. Откуда она берется? Так, еще маленькая крыска. Убиваем ее. Радио заиграло. Ну, в принципе, мы можем продержаться до 6 утра. Я думаю, даже не пополняя еду. Но мы не будем выходить, наверное, да? Какой смысл? Так, 44%. Господи, очень быстро голод уходит. И 5 утра. Может быть, кстати, я и не успею. Мое спасение, это если сейчас зазвенить телефон в 10 номере. Есть, отлично. Мы прошли еще одну ночь. Не с первой попытки, правда, со второй. Но все же это лучше, чем то, когда мы проходили вторую ночь. Я уже просто более-менее разбираюсь в этой игре. Я уже как будто бы ас какой-то. И сейчас, ребята, у нас последняя пятая ночь. Я надеюсь, мы пройдем ее очень быстро. Потому что она должна быть самой жесткой. Ибо в пятой ночи у нас будет босс. Ух ты. Ну, наш последний день в отеле. Тут так много странных вещей. Я просто надеюсь, что сегодня вечером не будет ничего более странного. Давайте войдем внутрь и подготовимся к нашему последнему дню здесь. Вернее, вечеру. Или ночи даже. Ух ты. Мы оказались наконец-то на улице. Ну, давайте войдем в отель. Я так понимаю, это он. Фух. Мы вошли в отель. И, кстати, первый раз мы попали на улицу. О, охранник нас уже ждет возле этой двери. Ты опоздал. Почему ты пришел так поздно? Слышь ты, чел. Какая тебе разница вообще, когда я пришел? Ты что такой обиженный? Смотри, у него, по-моему, перепады настроения резкие. Короче, он убрал отсюда автоматы с едой. Потому что кто-то ворует еду. Судя по всему, это крысы. Смотри, больше нет автоматов. Нам нужно почистить свою комнату. И потом у нас, походу, будет туда проход. Подсказка. Не будь здесь. Я понял. Но я уже понял, что мы будем проходить через вентиляцию. Судя по всему, это и есть сюжет. И это, судя по всему, будет выход. И там же у нас будет босс. Блин, крыса на столе. Боже мой. Что в туалете творится? Кто здесь был вообще? Какие-то байкеры, что ли? Я не понимаю. Но бумага всегда чистая. Знаешь, в чем прикол? Спасибо тебе. Сегодня твоя последняя ночь в этом отеле. Ну, я уже понял. Перейдите в комнату 4. Так. Но он опять нас будет сейчас инструктировать, что мы должны ложиться спать. И после полуночи мы не можем выходить отсюда. Я понял. Да, go to rats in fest area. Короче, нам нужно в зараженную крысиную локацию попасть. И это вот здесь. Все. Пошла сюжетка, ребята. Последняя ночь. У него опять перепады настроения. Куда ты, черт побери, идешь? Так, а ну вообще-то беги. Это типа он хороший? Говорит мне, беги. Ребята! Мы убегаем от странного строгого охранника. По туннелю. Господи, что это подземный лабиринт. Мы бежим на волю. Надеюсь, это будет конец. И мы просто сбежим. Беги, 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 сынок. Мы не должны попасться ему в руки. Господи, как страшно. Блин, как же много нужно все время вот это пересматривать для того, чтобы дойти до этого момента. Нам нельзя терять ни секунды, потому что у нас голод. 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 Побежали. Так, я помню. Я помню, 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 помню. Нужно просто бежать. Бегом, 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 бегом. Он нас не поймает никогда. Есть, отлично. Мы забежали внутрь. Не, братан. Ты нас не поймаешь. Я убежал от тебя. Теперь ищи другой путь на волю. Я буду здесь, и мне нужно покушать. Обязательно просто нужно похавать. Тут крыс. Сколько здесь крыс? Боже мой. Господи, сколько здесь крыс. И тут огромная матка крысиная. Но кто ее убил? Господи, так быстро тратится еда, что я даже не успеваю ее пополнять. Посмотри, как быстро тратится. Так, куда нам идти нужно? Походу, вот сюда. Так. Беги. А почему я не могу бежать? У меня медленно идет. Все, я забежал внутрь. А, это крыса была. Так, у нас еще автоматы с едой. Нам нужно убираться отсюда как можно скорее, ребята. Это что-то вообще невероятное. Я слышу звуки крыс постоянно. Походу, сюда, наверное? А, вот, открыть ворота. Боже мой. Походу, здесь будет финальный босс. Я правильно понимаю? Или нет? Что это у нас здесь? Вообще, какой... Это мы в канализации, судя по всему. И здесь этот вирус, который, судя по всему, сюда и попал. Через какой-то сток. Кто-то вылил его сюда для того, чтобы отравить крыс. В итоге, охранник стал зараженным. Это, походу, финальная локация. Здесь сейчас будет босс. Быстрее, нам нужно взять еду. Срочно нужно поесть. Так, где он? Он должен сейчас появиться, наверное. Я не знаю, что сейчас... О, господи, охранник здесь. Боже мой. Ты, наконец-то, нашел меня. Почему он такой здоровенный? Господи, это какой-то... Что? Чел! Я вообще тут ни при чем. Я просто приехал в отель снять номер. О, господи. Ого, что это такое? Он стреляет по мне. Как его убить? У него 100 хп. И музычка такая прям играет. А, вот. Во, вот так вот его бить. 95 хп. О, господи. Так, нужно перепрыгивать через эти лазеры. Это очень сложно. Он прям пуляет очень сильно. И крысы еще выбегают. Он опять вызывает крыс. Господи, ты за кого пал, чел? Ты за кого пал, чел? Да хватит стрелять. Давай, бьем его. Бьем. 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 Отлично, мы нормально его наклепали. Я надеюсь, он не будет бегать. Так, хаваем. Постоянно хаваем. Нон-стоп. Пожалуйста, давай. Нагнись. Есть. Есть. Мы добили его. Есть. Господи, мы убили его. Мы его убили. У нас открылся проход. Боже мой. Сколько раз я пытался его пройти. У меня аж спина болит. Подождите, что? Что ты здесь делаешь? Ты знаешь, ты спас меня. Как? Ты должен был быть злым ко мне. Это был не совсем я. Правда в том, что это была просто крысиная инфекция. Огромная крыса. Я не уверен, конечно. Я ее не видел. Но эта крыса заразила полностью весь отель. И ты помнишь того второго охранника? Он, в принципе, уже закончил свою работу сразу после второй ночи. Сейчас ты победил этого главаря. Его душа находится в раю. Будь уверен, что отель теперь будет в хороших руках. Звучит отлично. Я желаю тебе удачи. Спасибо тебе, друг. Я рад, что ты до сих пор еще здесь. Позаботься о себе. И хорошего тебе дня. Тебе тоже. Спасибо, что зашел. Боже, ребята, мы прошли. Мы прошли последнего босса, господи. Но теперь у нас впереди с вами вторая глава. И на следующем видосе мы начнем ее проходить. Дай лайк, подписывайся на канал. И не забудь нажать на этот радостный колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и, конечно же, сам попробуй пройти эту игру. Ну а с вами, как всегда, был Саня Слоун. И увидимся в следующем видео.